Надеюсь, меня слышно. Черканите в чат, если вы здесь, если вы есть. Напоминаю, что хотя у нас ограниченный интерактив в режиме вебинара, но тем не менее, окей, да, спасибо, спасибо, Александр, спасибо, коллеги-паналисты. Несмотря на то, что мы в режиме вебинара, я чат буду держать открытым, поэтому буду стараться делать так, чтобы вы могли задавать мне вопросы, буду по ходу на них отвечать. У нас сегодня несколько моментов, которые будут помогать нам с вами работать со спорами, работать с выходом из конфликтов, не попадать в конфликты, либо, что мне кажется более важным, и мы с вами об этом лишь отчасти, но уже говорили в прошлый раз, конфликтовать конструктивно. Можно ли вообще не конфликтовать? Об этом тоже мы сегодня с вами поговорим. Бывает ли такое, когда вот все абсолютно ровно, все конструктивные, ну, аж противно, как говорят, в смысле, все замечательно, все прекрасно. Напоминаю немножко обо мне. Я Александр Сударкин, те из вас, кто не видели меня в прошлый раз, я директор программы MBA и при MBA менеджмента лидерства в бизнес-школе МИМ, бизнес-тренер с, там, сколько-то лет опыта работы у меня есть. Я предприниматель, у меня своя тренинговая компания и своя агрокомпания, была своя туристическая компания, ну, я и работаю, и как бизнесмен, как предприниматель, как руководитель команды, так и как преподаватель, который занимается темой коммуникации, конфликты уже, наверное, больше 15 лет. Мои контакты на экране, а собачка Сударкин ПРО, если я нужен, меня легко найти в соцсетях, пожалуйста, пишите, а для того, чтобы сейчас подготовиться, убедитесь в том, что вы меня слышите, что вы меня видите, помните, что мы записываем сегодняшний вебинар, поэтому запись будет доступна. Вы сможете на какие-то моменты делать ссылки, смотреть, пересматривать, просто для того, чтобы у вас оставалось в памяти, оставались в памяти некоторые из моментов, о которых я буду говорить. Безусловно, я понимаю, что не все будет сходу легко запомнить, и, ну, действительно, некоторые темы, они требуют, ну, скажем так, отчасти не то, чтобы знакомства, но скорее понимания того, что то, во что я верил, или то, что я считал абсолютной правдой, иногда может ставиться под сомнение. Например, то, что у другого человека, как это не парадоксально, может быть другая точка зрения. Ведь когда мы с вами спорим, когда мы с вами дискутируем, то правильная только одна точка зрения, моя. И вот, когда другой человек говорит свою точку зрения, то вы понимаете, что, ну, он, скорее всего, неправ. Но что делать, если вам нужно прийти к какому-то решению? Вот об этом, собственно, будем говорить. Вопросы пишите в чат, если будете делать заметки, берите карандаш, ручку, берите стакан воды, чая, кофе и поехали. Первый момент, с которым мы столкнулись, сознательно стимулируя конфликты в организации. В бизнес-школе MIM у нас есть симуляция. Компьютерная симуляция, которую разработали две организации. Одна из них – компания под названием Rovio. Они занимаются компьютерными симуляциями. Вторая – Гарвардская бизнес-школа. Точнее, Harvard Business School Publishing – издательское агентство, которое работает в Гарварде. И когда они создали компьютерную симуляцию под названием Everest, то обратили внимание, что то, как работает команда, сотрудничающая в непростых условиях, это очень полезно не только для студентов, но и для людей, которые работают в бизнесе, потому что навыки коммуникации в стрессовых условиях с учетом разных ролей могут быть невероятно полезны. Эверест – сложная система для коммуникации. И когда мы пытаемся в бизнес-школе, в нашем конференц-зале, воссоздать хотя бы что-то, что будет приближать людей к тем сложным условиям, которые их ждут, когда они идут на самую высокую вершину мира, конечно, мы не блокируем там кислород, зону смерти мы не создаем, естественно. Но мы стараемся сделать немножко побольше холода, чтобы они чувствовали, что это не просто так, особенно когда летом кондиционеры шпарят на полную, начинается дискомфорт и уже не очень хочется соглашаться с теми людьми, которые будут сидеть у тебя за столом. Но на самом деле идея не в том, чтобы создавать холод или наоборот разогревать температуру в помещении для того, чтобы договариваться. Мы работаем над тем, чтобы понять, а каким образом возникают конфликты в команде, когда есть общая цель. Ребят, когда вы работаете в IT-командах, у вас же абсолютно четко есть общая цель. Бэклог. Он есть, он описан. Вы сами подписались под то, что мы делаем в рамках ближайшего спринта. Ну, действительно ли цель общая? И у нас есть, безусловно, информация о том, что нам нужно знать для того, чтобы достигать эту общую цель. В конце концов, у нас есть синкапы, у нас есть спринт-ревью, у нас есть различного рода совещания, когда нам необходимо получить дополнительную информацию. Но всегда ли мы получаем ту информацию, которая нам нужна? И что возникает в нашем мозгу, когда мы пытаемся решить общую задачу, а потом узнаем, что у кого-то была информация, но он или она? Ее почему-то не сказали. И мы с вами сегодня разберемся, откуда берется этот феномен, который называется pooling of information, или контейнирование информации. Почему люди с неохотой обсуждают ту информацию, которая не является общедоступной. Ну и, наконец, третий момент. Ну, конечно же, лидер есть, в группе есть лидер. Темлид, PM, любой человек, сеньор, в конце концов, техлид, который должен брать на себя ответственность за то, чтобы группа вся как один шла к общей цели. Что тут сложного? Но возникает как минимум два феномена. Даже вот здесь, там, где, я сейчас не вспомню, на каком уровне находится базовый лагерь, который вы сейчас видите на экране, это совещание, причем это не альпинисты, это чиновники, на самом деле. Смешно одеты. Но даже в этом случае возникают следующие два феномена. Феномен первый. Он называется согласование целей, которых мы достигаем, когда мы двигаемся к определенному результату. И кажется, что если цель заявлена, если бэклог прописан, то у нас это единственная цель, которую мы должны достичь. Но вспомните, друзья мои, как часто вы, работая в команде и работая над какой-то задачей, работая в рамках спринта, работая на проекте, понимали, что это лишь способ достижения ваших личных целей. Кто-то работает на свое резюме, кто-то работает, как говорит один из моих коллег, девелопер с большим опытом, он говорит, да мне все равно, какой код писать, потому что я хочу зарабатывать деньги, чтобы кататься на горных лыжах. Все остальное меня слабо интересует. Я пишу хороший код, чтобы когда я катаюсь на лыжах, мне не звонили и не писали, Коля, пожалуйста, пофикси это. И это те цели, которые есть у каждого из нас. Кто-то делает себе дополнительный вызов, ну потому что интересно поковыряться в чем-то. И есть замечательные совершенно люди, которые говорят, я могу сделать вам такое решение, могу вам сделать такое решение, просто потому, что до меня его еще никто не делал. Один из ребят, с которым мне довелось пересекаться на одном из проектов, его зовут тогда, когда все валится. У него очень забавный подход к решению задачи разработчика. Он получает задачу, дня два медитирует. Ну, не в смысле медитирует, а в смысле разбирается в ТЗ, разбирается в нюансах, в особенностях, а потом говорит так, значит, я за неделю напишу код, и на этом моя работа в проекте закончена, я иду дальше. Его вызывают как траблшутера. И вот он пишет код, проект работает, но когда его спрашивают, слушай, а как его саппортить? Он говорит, главное, не лезьте в код. И одна из команд полезла в его код и обнаружила, что программа работает, ну вот примерно как по той хрестоматийной истории, когда Стив Джобс презентовал первый айфон. Вы, скорее всего, читали на хабре эти две статьи большие о том, как делалась презентация первого айфона. Читали, не читали, ребят? Черканите, плюсик или минусик, плюс, если читали, минус, если не читали. Нет? Почитайте, они забавные, хотя я понимаю, что для многих из нас с вами это уже история, где был Джобс, где была презентация первого айфона. Сейчас же все телефоны похожи на черные прямоугольнички. Но это было тогда, когда чем больше было кнопочек, тем круче. Так вот, Джобс презентовал первый айфон, и он работал. И только потом он рассказывал о том, что когда была презентация, какая-то часть инженеров держала Bluetooth, какая-то часть инженеров делала входящий вызов только с определенного номера, потому что если позвонить с другого номера, мог быть сбой. И на этапе предпрезентационного тестирования Сейчас, ребят, у меня есть презентация на экране. Сейчас я перезапущу, давайте, но вообще у меня презентация есть. Давайте, если у вас отвалилось. Перезапустил. Да, спасибо, что спросили. Так вот, и в процессе какое-то количество людей держало, по сути, эту презентацию для того, чтобы процесс работал. Получается, что иногда, когда мы делаем какую-то презентацию, мы не знаем, как она будет работать. Так вот этот персонаж, когда он писал свой код, он уходил, и ребята, залезавшие в его код, понимали, что код работает только потому, что там есть пять или шесть модулей, которые работают каким-то очень странным способом, и которые лучше не фиксить, потому что их логика не описана ни в одной доке, и работает она очень странно, но она работает. Итак, кто-то славится тем, что он может вот это делать, и это его или ее цель. Кто-то, наоборот, хочет работать за деньги, кто-то хочет работать ради вызова. У каждого из нас есть цели. И вот, когда мы говорим про работу команды, первый конфликт, который может возникать формально цели согласованы. На самом деле нет. И очень важно узнавать, а ради чего кто работает в той команде, в которой вы сейчас находитесь. И лучше это узнать за пивом, за пиццей, понимая, какое количество людей сколько могут потянуть в процессе выполнения того или иного проекта. Оль Губкина, простите, что так, я не знаю, как можно пофиксить, возможно, стоит переподключиться. Попробуйте, может быть, поможет. Спасибо, что пишете. Когда вы узнаете, кто и ради чего работает, то в какой-то момент вы можете, возможно, сдвинуть ожидания вашего тиммембера. Возможно, вы сможете сказать, смотри, сейчас ты делаешь вот это, после ты будешь делать вот это. Возможно, можно честно сказать, простите, но сейчас вы не получите в нашей команде то, ради чего вы работаете. Поэтому, ну, мы говорим об этом прямо и открыто. Кто-то может говорить, я просто хочу работать в продуктовой компании, для меня это самое важное. Итак, с целями разобрались. Теперь, второй момент, распределение информации. Если у вас есть распределенная информация, или информация, которая доступна разным людям в разных частях, то, наверное, как было бы здорово, если бы информация была доступна абсолютно одинаковая абсолютно всем. Но, в конце концов, разве не ради этого мы ведем наши митинги? Древние греки, похоже, кое-что знали. Когда в процессе голосования какого-то из городов-полисов группа приходила к единогласному решению, это решение не принималось. Это не рекомендация, но что они делали? Они расходились, напивались, в прямом смысле. И после этого, возвращаясь, ставили вопрос на голосование снова. Не был, не знаю, но говорят, что это не байка. Почему это важно? Потому что, если есть какая-то цель, которую я не хотел высказывать, то, расслабившись, я могу ее высказать. Если у меня есть информация, которую я не хотел говорить, потому что я не хотел портить кому-то настроение, меня несколько раз не послушали, и я решил, да, завалится, и фиг с ним, то это тот момент, который, возможно, имеет смысл учитывать для того, чтобы достигать четко целей команды, учитывая вот эти две особенности. Что можно сделать, чтобы не прибегать к методу древних греков? Ну, все-таки не комильфо. Мы с вами посмотрим типичный подход лидеров. Часто, особенно неопытные лиды начинают закручивать гайки. Говорят, значит, так, все давайте высказывайтесь, берем контроль в свои руки, микроменеджем, но вы знаете, что делает группа в ответ. Как только гайки начинают закручиваться, люди начинают бежать. И это естественная реакция, если есть куда бежать. Поэтому для того, чтобы не прибегать к такому подходу, ведь он лишь оттягивает возникновение горячего конфликта, стоит понять, а что происходит в группе, из-за чего цели не высказываются, информацией не делятся. И мы с вами посмотрим несколько моментов, которые полезны для того, чтобы разобраться, а как можно учитывать феномены группового мышления, как можно учитывать неравномерное распределение информации, каким образом можно понимать, что не все конфликты конструктивные, но и без конфликтов это тоже неконструктивно. И как можно создать психологическую безопасность в команде. Кроме того, мы с вами посмотрим, какие бывают типы аргументов, каким образом, спасибо тем, кто писали ответы на вопросы для подготовки сегодняшней встречи, потому что я переработал наши слайды сегодня, как аргументировать свою позицию конструктивно, как конструктивно вступать в дебаты, потому что может быть я не прав, но я хочу отстоять свою точку зрения, как вступать в дебаты письменно, каким образом работать с вопросами конструктивными, средней степени конструктивности и совсем не в дугу. И еще некоторые техники, которые у нас будут сегодня. Итак, первый феномен. Он называется groupthink или групповое мышление. Что такое групповое мышление? Как оно выглядит? Возможно, вы сталкивались с тем, что группа начинает подбадривать друг друга, говоря примерно следующее. Мы молодцы, они дураки. И вот это феномен любого профессионального сообщества, любого корпоративного мышления, любой партии в отечественном, да и не только парламенте. Когда мы правы, они не правы. Почему? Этот феномен, который исследовал Ирвин Джеймс, имеет несколько типов симптомов. И проговорю для того, чтобы вы замечали. Если мы, например, как команда разработчиков внутри большей команды, начинаем проявлять некоторые из этих симптомов, возможно, мы попали в ловушку группового мышления, и нам стоит оттуда выйти. Но мы познакомимся и с тем, что нас держит в групповом мышлении. Итак, момент первый. Полномочия группы и уровень морали группы, так называемые, преувеличены. Что это значит? Это значит, что мы по умолчанию правы, а они по умолчанию неправы. Почему? Потому что это же мы, а там они. Звучит нелогично, но сколько раз вы слышали такие фразы, как в украинских реалиях «зрада или перемога», «мы правы, если я не прав, смотри пункт первый», «да кто они такие, чтобы нам ставить вообще вопросы?» Вот это так называемая иллюзия непогрешимости. Мы по умолчанию правы. Почему? Потому что мы не можем быть неправы. Из-за чего еще это возникает? Второй симптом. Это так называемая морально-этическая правота группы. Ну потому что мы же хотим как лучше, а они явно имеют какие-то свои интересы. Практически все группы верят в это в той или иной степени. Мы-то что? Мы молодцы, а они… Ну это же они. Мы разработчики, а не клиенты. Мы QA, а не разрабы. Мы бизнес-аналитики, а они заказчики, а не стейкхолдеры. И как мы можем быть неправы, если мы с дорогой душой, а у них всегда что-то на уме. Вот этот симптом возникающий очень сильно стимулирует конфликты, просто потому что мы ждем конфликта по умолчанию. Ведь они кто? Второй блок. Если что-то происходит не так, если снаружи возникают симптомы угрозы, если код «может быть» написан неправильно, если программа может работать неправильно, то я предпочту эти сигналы игнорировать. Даже Microsoft говорит о том, что пускай юзеры затестят. Понятно, что до какой-то степени проще отдать тестирование продукта юзерам. Если будут косяки, то они вылезут. Зачем нам стараться? Но иногда бывает полезно собирать обратную связь от других. И это то, что происходит, например, буквально сегодня, когда я готовился к нашему с вами семинару, я вижу, как сразу несколько министерств в Украине открыли доступ для записи тестирования достаточно уязвимым группам населения, в том числе участникам боевых действий. Выложили ссылку на Google таблицы и не ограничили доступ. Когда им начали писать, было уже достаточно поздно. Могли ли они кого-то послушать? Был ли кто-то, кто сказал, ребята, это опасно? Наверняка. Но так работает групповое мышление. Если есть какая-то угроза, да ничего, пронесет. Это же мы, мы со всем справимся. Как периодически шутили одни из моих учеников, которые управляли атомными станциями в Украине, Украинерго, самое страшное слово в ядерной физике – это «ой». Поэтому, когда им говорили, будьте, пожалуйста, на начале занятия в 8.32, я делал такой эксперимент, они приходили ровно в 9.32, до минуты. Следующий момент, следующий симптом группового мышления. Он характерен, к примеру, для распределенных команд, когда есть мы, а есть, например, команда, которая работает в другой стране. Я сейчас наблюдаю за одной командой, которая работает в регионе ЯПАК, Азия-Пасифик. И там есть группа китайцев и есть группа индийцев. И, конечно, китайцы говорят, ну, слушайте, это же мы, а код у индийцев, но он гораздо хуже. То же самое, кстати, говорят и украинские разработчики. И это тоже симптом группового мышления. Может ли он базироваться на объективных фактах? Конечно, может. Но, скорее всего, их разработчики говорят то же самое о наших. Ну, это же мы, у нас же английский родной, а это там славяне. У них, скорее всего, и дисциплина хромает, и качество кода такое себе, и с бизнес-логикой вопросов. Умение или навык назвать оппонентов группы слабыми и предвзятыми – это симптом группового мышления. Для того, чтобы поддержать групповое мышление, возникает третий блок навыков или третий блок симптомов – самоцензура. Если я хочу даже что-то сказать против, я на всякий случай прикусываю себе язык. Парадоксально, но когда мне говорят о том, что у нас цензуры нет, я соглашаюсь. Действительно, очень немногие команды вводят у себя настоящую цензуру. Гораздо быстрее срабатывает сама цензура. Когда я думаю, что сказать перед тем, как я говорю, и на всякий случай прикусываю себе язык, ну, просто, чтобы чего не вышло. Это создает иллюзию единодушия. Но в самом деле, если все трижды думают перед тем, как что-то сказать, то мы все как один говорим в один голос. Если у нас нет разницы во мнениях, то это один из способов, который ведет к групповому мышлению, которое очень неэффективное. Ну и, наконец, прямое давление группы, если кто-то все-таки осмелился сказать что-то не так, ему прилетает обвинение в нелояльности. Подожди, ты что против всех? Ты тут самый умный, что ли? Ты белая ворона, хочешь повыделываться? Это тоже те симптомы, которые появляются, когда кто-то может сказать, а может, они правы? Ведь обратите внимание, друзья мои, легче сказать, да они не правы, да ну, кто такие они? Очень непросто бывает сказать, когда вся группа отстаивает нашу точку зрения, а может, стейкхолдер прав? Может, там действительно что-то не так? А может, есть симптомы, которые мы игнорим и на которые стоило бы обратить внимание? И, к сожалению, почти все кризисы в мире были стимулированы тем, что кто-то мог бы забить в колокол, мог бы поднять тревогу, но не стал. Вы наверняка видели, как это проверяется на практике, когда психологи ставят эксперимент с задымлением комнаты. Комната со скрытыми камерами, несколько человек, подготовленные актеры сидят в ней, и в нее начинает идти дым. Похоже, что пожар. Но подготовленные актеры продолжают стойко сидеть. Человек, над которым делают этот эксперимент, он смотрит на людей, он тревожится, но остальные сидят. Может, я чего-то не знаю? Может, я что-то не понимаю? И очень непросто перебороть встроенные в нас социальные механизмы, выделиться из толпы, сказать, «Ребят, вы тут можете гореть, а я не прав». И многие из вас, если вы думаете, что я преувеличиваю, то вспомните совсем недавно, была, ну, не так уж давно, да, в 2001 году, была колоссальная катастрофа с башнями-близнецами, когда огромное количество людей никуда не хотели выходить. Почему? Потому что в прошлой катастрофе, когда бомба взорвалась в подвале Всемирного торгового центра, самое здравое было сидеть за телефоном в офисе, потому что здание было построено, ну, как «Титаника», оно точно не может рухнуть. И вот тогда, когда люди могли выходить, они не вышли. Контролеры мышления – это те самые люди, которые будут смотреть осуждающим, которые будут голосом группы, которые будут шикать на тех, кто хочет сказать что-то не так. И очень часто эту роль, к сожалению, исполняют менеджеры. Конфликт, конечно, только конфликт отложенный. Групповое мышление на поверхности выглядит как стремление решить конфликт, но на самом деле лишь загоняет его вглубь. Второй механизм, который тоже провоцирует конфликт, это контейнирование или кулинг информации. Если у нас есть несколько человек, которые обсуждают один вопрос, то первоначальное распределение информации, которая у них доступна, может выглядеть тремя разными способами. Первый – достаточно редкий. Это способ вот такой, когда у вас информации общей между тремя людьми нет. Почему я говорю, что редкий? Как правило, это люди, которые чаще всего даже не встречаются. Второй идеальный способ и желаемый результат вот такой, когда у людей есть общая информация и она проговорена до запятой. Но, как правило, мы туда не доходим и мы чаще попадаем в ловушку вот такого симптома, когда у нас есть какая-то информация, которая есть между этими тремя людьми, общая, но есть еще и уникальная информация, которая есть у других людей. И вот ни раз и ни два, работая в симуляции Эверест, мы специально, симуляция построена таким образом, что мы даем людям разрозненную информацию. Чуть-чуть об экраунде симуляции, там пять человек, у них разные роли и когда им нужно принимать решение, например, идем мы на следующий раунд, на следующий уровень или на следующий лагерь или нет, то они должны из своего текста, а там примерно полстраницы текста, вычленить ту информацию по крупицам, которая необходима для того, чтобы составить полную картинку. К примеру, если мне нужно посчитать риски обморожения в следующем лагере, то у тебя есть информация о скорости ветра, у тебя о температуре, у тебя о формуле прогноза температуры, а у тебя таблица обморожения. У ребят уходит 10-15 минут, а иногда не справляются без помощи модератора, пока они не выложат всю информацию на стол. Почему? Потому что очень быстро они сваливаются вот в этот феномен information pooling. Они начинают между собой обмениваться только той информацией, которая доступна всем пятерым в данном случае, не троим, пятерым. Но пользы от этого очень немного. Что с этим делать? Когда вы сталкиваетесь с тем, что у вас есть информация, которая может быть доступна по крупицам, постарайтесь набраться терпения и уделять внимание уникальной информации, той, которая есть лишь у одного человека из всей группы. Мы привычно по правилу трехкратного подтверждения говорим, если информации нет у троих человек в группе, значит, это не информация, это мнение, слух или ерунда, или выдумка. Но если мы говорим про работу на цель, то прислушиваться к информации нужно. Не обязательно принимать решение, пока мы ее не перепроверим. Но уж совершенно точно не стоит ее игнорить. Потому что это как раз и приводит к тому, что потом человек выходит и говорит I told you so, я же вам говорил, вы меня не слушали. И начинается активная фаза конфликта. Когда мы говорим про фазы конфликта, их два основных. Конфликты когнитивные, разумные, по делу, классная штука. Конфликты когнитивные это разница точек зрения, это различные мнения, это мое мнение против твое мнение, это мои аргументы против твоих аргументов. Но в какой-то момент возникают конфликты аффективные или эмоциональные, которые происходят из-за нескольких причин. Что за причины помогают перейти когнитивным конфликтам в эффективные, в эмоциональные конфликты? Легко говорить про конфликтующие позиции, если темы так называемые холодные. Данные по всем позициям доступны. Понятно, мы можем аргументировать на основе данных. Можем ли мы достичь результата? Вероятность высока. Очень классно, если у нас есть понимание того, что в принципе то, куда мы идем, это возможно. Цена вопроса достаточно низкая. Мы не нервничаем, мы не ставим все на кон. Это не система пан или пропал, когда мы справляемся с вызовом ценой жизни. Нет, это просто еще один спринт. если мы говорим о том, каким способом подготовить тот или иной блок кода, реализовать ту или иную фичу, пофиксить ту или иную багу в процессе, как закрыть тот или иной тикет в жире или в любой другой системе. Как правило, это просто поточная деятельность. Если мы говорим о том, каким образом подготовить презентацию, которая либо выиграет для нас тендер, либо провалится, очень непросто удержаться в холодном, в аргументированном режиме. Когда мы говорим о том, что цели группы совместны, когда мы все хотим достичь цели и мы лишь говорим о том, что если мы реализуем цель твоим способом, для меня это тоже хорошо. И тогда обсуждение идет на фактах. Но что если тема становится горячей? Что если данные легко оспорить? Это твое мнение против моего мнения. Почему ты считаешь, что ты важнее, главнее, чем я? У тебя больше опыта? Ты более разумный? Почему? Где твои цифры против моих цифр? У меня тоже есть данные. И мы начинаем разогреваться. Когда шансы на успех низки, а цена вопроса высока, как люди начинают спорить? Какие конфликты возникают? как происходят дискуссии? Это уже не спор, это битва. Причем, что интересно, если цели различные, а выглядит это следующим образом. Иногда для некоторых сторон в команде, чем команде хуже, тем мне лучше. То, что происходит сейчас в украинском политикуме, как ни парадоксально, по массе вопросов, от строительства дорог до вакцинации. Для некоторых партий, чем хуже у оппонентов, тем лучше для нас. И поэтому они валят друг друга, они сотрудничают друг с другом. То же самое, к сожалению, Трамп сделал с Соединенными Штатами. Чем хуже, тем лучше. И это болезненно. И тогда обсуждение идет очень эмоционально. Симптомы перехода от когнитивных к эффективным конфликтам. На экране это тот график, который я взял из нашего реального обсуждения, если система Эверест помогает мерить уровень конфликтов в группе. Если они по субъективным восприятиям участников группы разумные, рациональные, то график идет так, как у вас сейчас на экране. Если они эффективные, то будет гораздо больше по верхней шкале и гораздо меньше по оси Х. График пойдет в другую сторону. Какие симптомы перехода от когнитивных к эффективным конфликтам? Момент первый. Я уже не перебираю аргументы. Я продолжаю говорить одно и то же снова, снова и снова. Если я знаю, что я думаю, что меня не слышат, я не буду подбирать другие аргументы. Я просто буду орать громче. Если мы вошли в тупик, я начинаю переходить на личности и когда мой оппонент переходит на личности, дискуссия останавливается. Это уже не конфликт. Точнее, это уже не дискуссия. Это аффективный или эмоциональный конфликт. В этот момент стоит останавливаться, потому что дальше вернуться в конструктивный конфликт бывает очень непросто. Но что можно сделать для того, чтобы не попадать в конфликтную ситуацию или попадать в нее разумно? Первый способ это работа с фреймами или с так называемыми рамками восприятия. Вы скорее всего слышали идею фрейма. Это значение происходящего и похоже мы как люди едва ли не единственные живые существа, которые могут говорить о том, что одно и то же событие может иметь разное значение. К примеру, в Киеве вчера шел снег. Это хорошо или плохо? И многие из вас скажут, ну, по-разному. Для ребенка, который не успел наиграться в снежки и может теперь хотя бы с машины сгрести и кинуть в папу или в друга, хорошо. Для городских служб, в которых заканчиваются уже бюджеты на уборку всего снега, который выпадал в этом году, плохо. Мы сами наделяем значением то, что происходит. Этот навык называется фрейминг. Умение создавать или задавать значение происходящему. Интересное задавание значения делал один из топовых SEO в мире, который написал вместе с преподавателем Гарвардской бизнес-школы книгу «Игра на победу». Он был SEO «Проктор и Гэмбл». И он говорил, что когда я пришел в качестве SEO в проктор, за столом в борде были битвы, была бойня. Каждый отстаивал свою точку зрения практически до хрипоты. Я ввел правило. Когда я высказывал свою точку зрения, я предварял ее фразой «Коллеги, я могу ошибаться, если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, но вот моя точка зрения». Что в этот момент происходило? Он заранее говорил, я снимаю себя сверкающую броню SEO, я тоже человек, и у меня может быть ошибка. И для того, чтобы сказать, что я ошибся, вам не надо пытаться пробить мою броню двуручным мечом. Я буду готов вас выслушать. К сожалению, конфликты очень часто возникают тогда, когда человек надевает на себя броню непогрешимости. Я прав, а если я не прав, смотри пункт первый. Но если я могу подать свою информацию через такую рамку, может быть, я ошибаюсь, но я все равно хочу высказать свою точку зрения, поправьте меня, если я не прав. В этот момент нет нужды эмоционально спорить. Это приглашение к дискуссии, а не приглашению к бойне на выживание. Следующий способ. Умение перевести внимание в дебатах, в дискуссии на другую точку зрения, так называемый дефрейминг. Когда вам ваш собеседник говорит, смотрите, нам же нужно сделать код или сделать эту фичу к сроку, а вы говорите, к сроку важно, но более важно выкатить нормальный релиз, а не тот, который мы будем потом переделывать. Что для нас важнее? Выкатить с багами, и мы потом будем сразу чистить, или перенести это в следующий спринт, взять больше времени, вычистить все баги, которые мы знаем, потому что сейчас у нас, например, жира красная от тикета, тогда мы сможем сделать релиз нормальным, а не абы как. Умение переводить фокус внимания на другую точку зрения может выглядеть примерно вот таким образом. Посмотрите, пожалуйста, как это выглядит, например, в ходе отчасти конфликта переговоры при приеме на работу. И вот когда мы говорим о том, что фрейминг это умение создавать рамку, то перевод внимания на другую рамку восприятия это навык под названием дефрейминг. Что сделал Луис в этом примере? Вы думаете меня удивить? Вот что я делаю с вашей точкой зрения. Что сделала Мария? Сказала вот что я делаю с вашей точкой зрения. Я как машина. Если вы думаете, что вы меня удивили, то вам придется еще со мной побороться. Но более мягкий способ называется рефрейминг или смена значения. Когда мы говорим о том, что самый известный рефрейминг в IT-мире эта фраза это не бага, это фича. Когда мы говорим, что что-то происходит, меняя значение происходящего, говоря, посмотрите на это с другой точки зрения. Оказывается, что точек зрения больше, чем одна, и можно подобрать ту, которая будет помогать нам найти решение. Иногда бывает, что нам кажется, что некоторые вещи являются неприятными, что конфликт это негатив, который нужно засунуть под стол. Так возникает групповое мышление, о котором мы говорили. Но если мы говорим конфликт, отлично, это способ сделать лучше то, что происходит. Тогда оказывается, что мы не то, чтобы не стремимся, но мы не избегаем конфликтов, просто потому, что мы знаем, там есть польза. Есть прекрасная книга, она называется умение получать обратную связь, по-моему, сейчас не найду ее так бегом. И она описывает то, как компании работают с обратной связью от клиентов. Многие компании предпочитают не узнавать об обратной связи, просто потому, что часто обратная связь бывает некорректной. Немногие из нас просят, дай мне обратную связь, причем скажи, что не так. Негативная обратная связь некомфортна. Да и немногие, честно говоря, умеют ее давать таким образом, чтобы она была корректной. Но про ретро мы поговорим через несколько минут. Итак, фреймы. В конфликтах это умение быстро надеть нужную точку зрения на происходящее. Когда мы вступаем в диалог, если я считаю его или ее нехорошим человеком, все, что будет сказано, будет восприниматься через призму враждебности. Но если я, как один из моих коллег это когда-то сделал, слыша негативную обратную связь, говорю, как неприятно, но это помогает мне развиваться, то я начинаю воспринимать эту же обратную связь не как приглашение поспорить, а как спасибо, что сказали. Я об этом так не думал. И вы удивитесь, какое количество раз я проверял это на практике в разных командах, в разных индустриях. И когда люди говорили, я готов выслушать вашу обратную связь, скажите, пожалуйста, только говорили это искренне, а не так, как наши чиновники обрабатывают входящие запросы от граждан, когда это кладется в долгий ящик и дальше дается формальная отписка, тогда конфликта не возникает. Зачем, если меня выслушали, дали мне высказаться и предложили решить конфликт одним из способов. Следующий момент. Ребят, не быстро успеваете, черканите, пожалуйста, в чат, нормально ли получается следить и возникают какие-то вопросы, возможно. Ок. Спасибо. Спасибо, Александр, есть. Джон Доу, господи, спасибо. Вы знаете, что значит Джон Доу. Меня поддергивает чуть-чуть, но вы, наверное, тоже смотрели детективные сериалы. Спасибо вам за юмор. Итак, следующий способ, как можно надеть одну из рамок на коммуникацию. Этот подход называется ненасильственное общение. Он один из самых распространенных в мире коммуникаций. И говорит о том, что очень часто, когда люди общаются, они делают то, что делает лисенок на правой частичке слайда. Услышав, я сразу навешиваю свою трактовку, свой фрейм, я выношу суждение. Да, они хотят нас надуть. Я отсоединяюсь от того человека мысленно и впадаю в ситуацию ты и я. И, наконец, выхожу, удерживая свою цель, выхожу с требованиями. Но что сделать, если я не хочу бороться со всем миром, и это, кстати говоря, требует определенной умственной силы, потому что если я все время сражаюсь со всем миром, то мне это дает вроде как чувство причастности, точнее, чувство важности, но я же отстаиваю свою точку зрения. Вы знаете, что сильные люди это те, кто могут справиться с критикой, кивнуть головой, сказать, ну ок, у вас есть право на другую точку зрения. Кто-то из великих ведь прекрасно сказал, я могу не соглашаться с вашей точкой зрения, но я готов отдать свою жизнь за ваше право иметь точку зрения, отличающуюся от моей. Так вот подход, который называется ненасильственное общение. Вольтер, по-моему, да, Александр, что я вижу, что я наблюдаю в описании того поведения, которое возникает в моем окружении. Например, когда я слышу, что ты говоришь со мной на повышенных тонах, я чувствую, я испытываю сомнение, что тебе интересна моя точка зрения. Я ожидал, что если тебе что-то не нравится, ты скажешь мне об этом спокойно. Будь добр, пожалуйста, в следующий раз, если возникает что-то, говори с первой фразы. Что я имею в виду? Скорее всего, вы знаете симптом часто встречающихся отечественных, да и не только конфликтов. Мы начинаем говорить вслух с третьей фразы. Почему с третьей? Потому что первая фраза звучит так. Сделайте, пожалуйста, по-другому. Мне некомфортно, когда вы делаете так, как вы делаете сейчас. Вторая фраза. Ну, я же попросил. Пожалуйста, сделайте так, как я просил. Мне некомфортно. Третья фраза. Да какого черта ты делаешь то, что ты делаешь? Но беда в том, что очень часто первые две фразы мы проговариваем в своей голове. Ребят, вы, скорее всего, знаете, о чем я говорю. Когда мне что-то не подходит, я думаю, что другой человек догадывается о том, что он сделал что-то, и мне от этого неприятно. Но он продолжает это делать, и я думаю, вот гад, ну какого же черта? И когда у меня внутренние эмоции уже накатывают, я говорю, да, реальный пример. Вчера выхожу во двор, двор маленький, машины запаркованы, и приехал человек, который обычно не паркуется, и поставил машину прямо на проходе. У меня было очень большое желание сделать так, чтобы он уехал оттуда на эвакуаторе. Но я прикусываю себе язык, я говорю себе, Сударкин, тебе завтра об этом рассказывать коллегам, айтишникам из Одессы. Давай все-таки будем practice what you preach. Поэтому я беру бумажку, пишу, уважаемым, ваша машина мешает проходу пешеходов с колясками и дворников с метлами. Пожалуйста, ставьте ее в другом месте. Я думал, что не отреагируют, но сегодня я смотрю, что машина продолжает стоять во дворе, но так, чтобы никому не мешать. Первая фраза работает, хотя иногда мы пропускаем ее, думая, что ее слышат. Ребята, начинайте говорить с первой фразы. Когда мы начинаем говорить с первой фразы, то вот каким образом можно отстоять свою точку зрения. Так называемая трехзвеньевая система аргументации. Во-первых, очень здорово понимать, а что я, собственно, доказываю. Какая цель того, что я пытаюсь донести. Например, так сделать лучше. Или вот этот подход даст более качественный результат. Это та часть аргументации, которая называется тезис. Кстати говоря, про саму аргументацию вы, скорее всего, знаете, что у аргументации есть две основных цели. Цель первая, самая очевидная, доказать свою точку зрения. Кстати, если нас слушают HR, на Курсере есть прекрасный совершенно курс, по-моему, он еще доступен. Он называется How to Reason and Argue от Duke University. Он, первая часть, такая, более обыденным языком. На второй части идет математика Круги Эйлера. Это уже не настолько легко для обычного сознания, но это один из наиболее толковых курсов из тех, с которыми я сталкивался про аргументацию. Что еще? Кто еще пишет? По-моему, я вам говорил фамилию Никита Непряхин. Убеждай и побеждай, гни свою линию. Он достаточно хорош. Никита Непряхин. Прекрасный автор с точки зрения методик аргументации донесения своей точки зрения. Так вот, первая задача это отстоять свою точку зрения. Вторая задача это показать, что моя точка зрения аргументирована. Скорее всего, на бытовом примере вы можете с этим столкнуться в следующей ситуации. Вы, например, к примеру, сторонник вакцинации. И, к примеру, вы говорите, есть человек, который не знает, да, нет, серумовская вакцина, она хорошая, не очень хорошая или вообще полный шлаг. И я начинаю аргументировать, говоря, что, слушайте, сейчас лучше брать любую вакцину, которую заапрувил ВОЗ, чем ждать, пока ты переболеешь или ждать, пока ты попадешь на кислород. И если другой человек колеблется, то я выбираю первую линию аргументации, то есть переубедить другого человека. Но иногда бывает, что попадается антивакс какой-нибудь. Человек, который говорит, вы знаете, вакцина – это жидкий чип, который кристаллизуется у вас в мозге, и Билл Гейтс лично через этот чип будет загружать обновление прошивки. В этот момент вы понимаете, но чтобы аргументировать, нужно, чтобы с той стороны уровень понимания был примерно одинаковый. Вы говорите, окей, я вас не буду переубеждать, просто у меня есть точка зрения, и вот ее аргументы. Я высказываю ее, если хочу, но я не собираюсь вас переубеждать. Это вторая задача перед процессом аргументации. Для того, чтобы аргументировать, доказать тезис, безусловно, нужны аргументы. Цифры, факты, утверждения, из которых логически должен вытекать тезис. Некоторые тезисы аргументировать бессмысленно. Ну, например, лимон кислый или вода мокрая. Тут нечего аргументировать, можно просто попробовать, палец высунуть. Но если мы говорим о том, что нужно доказать какой-то неоднозначный тезис, то мне важно понимать, что я должен подобрать какое-то количество аргументов, которые будут необходимыми и достаточными для того, чтобы человека переубедить. К сожалению, несмотря на все наши попытки думать, что другой человек это логичный, других людей на эту планету не завезли, работаем с теми, кто есть. Поэтому мы подбираем аргументы по методу пробы ошибок. И вот мы говорим, окей, вот из этих аргументов должен вытекать тезис. А собеседник говорит, не убедил, к чему ты подобрал именно такие аргументы? И тут мы говорим, ну смотри, и включаем следующие два звена аргументации, которые называются поддержки и, соответственно, примеры. Что такое поддержка? Поддержка это раскрытие аргумента. Это объяснение того, почему именно этот аргумент является доказательством в моей линии аргументации. К примеру, если я хочу доказать тезис «Лондон – город дождливый». Я могу привести абсолютно формальный аргумент. «Лондон – город дождливый», потому что в нем в году выпадает, по-моему, 550 миллиметров осадку. Формально это аргумент, но если мои слушатели относятся, не относятся, пардон, к категории метеорологов или агрономов, а доводилось учить не тех и других, и они обычно делают так. Ну да, то есть я понимаю, что они вспоминают таблицу климатическую. Для большинства обыденных людей эти 550 миллиметров значит примерно то же самое, что в известном анекдоте 600 означали для Василия Ивановича, которому Петька отвечал на вопрос прибора. И тогда мне приходится давать поддержку. Я говорю, ну смотрите, по стандартным нормам Всемирной Метеорологической Ассоциации, если у меня на какой-то территории выпадает 250 миллиметров осадков до 250, это пустыня. Если 250, 450, это умеренный климат. А если все, что больше 450, то климат начинает считаться влажным. Аргумент не поменялся, но я его раскрыл, обосновал, почему именно так. Ловушка для экспертов, думать, что все остальные тоже эксперты, и понимают те цифры, которые для меня значат очень много. Сегодня, когда я обучал с утра кадровый резерв в Нацбанке, мы говорили на темы, что мы доносим информацию по, например, инфляционному таргетированию, они говорят, ну, плавающий коридор, это же очевидно, это очевидно выгоднее для страны, чем фиксированный курс. Простите, коллеги, это очевидно для вас, людей, которые занимаются этим годами. Для пересечного громадянина это вообще ничего не значит, а вот курс по 8, это хорошо. И поэтому вам нужно объяснять, почему удержание инфляции в определенном коридоре лучше, чем сжигание золотовалютных резервов страны в топке удержания фиксированного курса. И, наконец, пример, то, что я сейчас сделал, это факт из жизни или случай из жизни, который иллюстрирует тезис, который вы отстаиваете. В примере с Лондоном можно сказать, слушайте, у меня коллега живет в Лондоне, созванивались с ним, он говорит, за последнюю неделю шесть дней шел дождь. Пример, безусловно, должен быть реальным. Он не должен быть высосанным из пальца просто для того, чтобы мы понимали, что этот пример, который соотносится с какой-то реальностью. Но выглядеть это может примерно вот таким образом. Понаблюдайте, пожалуйста, как, это одна из, наверное, самых известных, один из самых известных роликов, который иллюстрирует аргументацию и контраргументацию. Так, сейчас, открылся ли он у меня? Сейчас, одну секунду, ребят. О, да, открылся. Понаблюдайте за тем, как журналистка пытается контраргументировать с одним достаточно известным исследователем и как он не всегда корректно разбивает ее аргументацию. Я не могу сказать, что он был на сто процентов корректен в своей аргументации, но перехватив инициативу, а это все-таки интервью, это не дебаты, и здесь я считаю, что он имел право это сделать. Он очень четко и логично отстроил свою линию аргументации. Всегда ли это срабатывает? Нет, конечно. На примерах дебатов Трампа и Байдена вы можете посмотреть, что когда человек не слушает другого, а просто ждет своей очереди высказаться, это не дискуссия, это последовательные монологи, это совершенно разная вещь. Поэтому для того, чтобы качественно аргументировать, конечно, стоит убедиться в том, что другой человек готов выслушать. И я иногда в шутку говорю даже такую фразу, но просто для того, чтобы человек, с которым я спорю, включился, я говорю, прости, у меня есть право на другое мнение или я заранее проиграл? Если человек говорит, нет, я прав, потому что, ну, потому что я прав, тогда мне нет смысла с тобой спорить, это будет разговор, ну, в общем, ты задавишь меня своим опытом, вы знаете, это комендарь. Итак, когда мы строим свою аргументацию, мы можем использовать такую схему в устной аргументации. Если мы делаем письменную аргументацию, когда мы готовим какой-то документ, то имеет смысл использовать технику под названием пирамида Минта. Барбара Минта, которая, кстати, достаточно пожилая дама, работает с моим коллегой сейчас в Испании, она сделала одну из наиболее известных схем отстаивания своей точки зрения в подготовленных письменных документах. И здесь есть сразу несколько дополнительных моментов, которые имеет смысл учитывать. Момент первый. Это описание ситуации, которая не вызовет двойного толкования. Помните, мы с вами говорили про аффективные и когнитивные конфликты? Так вот, когда мы создаем описание, с которым согласны обе стороны или несколько сторон, оно может быть недостаточно общим, но оно должно быть таким, чтобы другая сторона сказала, ну да, эта проблема, точнее, ситуация выглядит действительно таким образом. И отсюда мы переходим к описанию проблемы, которую нужно решать и которая вытекает из описания ситуации. Ну, к примеру, у человека температура это проблема, ее нужно решать. Либо программа не работает, клиенты недовольны, это нужно решать. Почему программа не работает? Вот записи из логов или вот письма в саппорт, на основании которых я описываю, что у нас есть 28 писем в саппорт, которые говорят о том, что программа не работает. Следующий момент, ну, допустим, я человек, который этот документ читает, окей, у меня есть описание ситуации, окей, есть описание проблемы, что мне делать? И вот дальше мы отвечаем на вопросы, что делать, каким образом дальше, по сути, мы прикрепляем ту же самую трехзвеньевую систему аргументации, аргументы, поддержки, примеры, для того, чтобы ответить на вопрос, который был задан в голове у читателя нашего документа. Надеюсь, что идея понятна, рекомендую загуглить или даже легко скачать книгу или купить книгу «Пирамиды Барбары Минта», «Золотые правила Гарварда». Офигенная штука с точки зрения отстаивания своей позиции в письменной аргументации. Выглядит она, как правило, вот таким образом. Ключевой тейк-эвэй, основные аргументы поддержки примера. Второй аргумент поддержки примера. Третий аргумент поддержки примера. Как вы видите, люди, которые работают с аргументацией, работают над этим с разных точек зрения, но выходят на очень похожие ситуации. Когда наш документ читают или когда нашу линию аргументации слышат, нам начинают задавать вопросы. И вот здесь возникает три основных типа вопросов, с которыми мы в ближайшие пять минут познакомимся. Вопрос первый или вопросы первого типа, так называемые зеленые. Это идеальные вопросы. Они такие приятные. Они нацелены на прояснение информации, они заданы корректно, они не задевают вас лично, их мотивация в том, что человеку что-то непонятно, либо какой-то информации не хватает и хочется эту информацию восполнить или ваш ответ услышать. Например, подскажите, пожалуйста, какие действия вы предпримете для того, чтобы исправить вот этот дефект, описанный в таком-то тикете. Прекрасно, господи, все бы вопросы такие задавали. В этот момент возникает ловушка, особенно ловушка для эксперта, потому что на легкие вопросы отвечать нужно легко. И соблазн, через который вам как отвечающему, как спикеру нужно пройти, это соблазн дать весь ответ. Ведь когда мы отвечаем на зеленый вопрос, и мы видим, что там не с кем спорить, человеку интересна точка зрения, и значит в нашей голове звучит the floor is yours and now микрофон ваш, и мы начинаем включаться. И в этот момент человек понимает, что я спросил тебя, как дела, а ты мне рассказываешь, как дела. Ну или я спросил, когда вы это сделаете, и я ожидал ответа, сделаем вот тогда-то. Но в ответ я получил, ну значит, смотрите, у нас возникла вот такая проблема, мы решили бы таким образом, это не сработало, поэтому сделали вот это, вот это, вот это, обовлечено такое количество, дается весь бэклог, весь проектный план. Нет, не нужно. Просто, точно, честно, кратко отвечаем на вопрос. Самое легкое. Если слушатель или наш коллега не настолько конструктивно настроен, не настолько хорошо воспитан, либо мы сильно увлеклись длинным ответом на зеленый вопрос, вопросы возникают желтые. Их несколько типов. Подробнее об этом, ребят, вы можете, рекомендую на самом деле, посмотреть, почитать, это целых несколько глав в книге, которую тоже легко найти в интернете. Она называется «На линии огня». ее автор Сергей Кузин. У него есть свой YouTube-канал, у него есть своя совершенно прекрасная бумажная книга с QR-кодами, в которых он, я их не показываю примеры, видеопримеры, потому что там еще много российских примеров, но не люблю. Путин отвечает на что-то, но посмотреть на примеры можно. Так вот, желтые вопросы. Какие они бывают? Это те вопросы, на которые не очень легко отвечать, потому что человек, задавая вопрос, хочет показать себя умнее, чем он есть. Вопрос, который не ясен, вопрос, который задается в формате один вопрос, второй, третий, четвертый, пятый, и вопрос не к вам, вопрос не по теме, либо ответа у вас нет, либо у вас есть препятствие к ответу, вы не имеете права или не можете на этом этапе давать ответ. Что делать? Каким образом реагировать на вопросы из желтой зоны? Это так называемая пятишаговая схема ответов на вопросы. Первый момент поменять рамку. Когда мы слышим вопросы из желтой зоны, обычно внутри начинается бурление, потому что вопрос задевает, вопрос может быть некорректный, вопрос цепляет меня лично, либо на какой из этих пяти вопросов мне отвечать первым. Поэтому первое, что стоит сделать, помните схему шесть шагов к свободе, вдохнули, выдохнули, успокоились, вы можете даже сказать разгонную фразу, так называемую, знаете, интересный вопрос, сходу так и не ответишь. Вы знаете, вы своим вопросом чуть было не поставили меня в тупик. Вы наверняка видели, как люди говорят что-то подобное, отвечая на вопросы журналистов, работая на сцене или на встречах с большим количеством людей. Это техника под названием разгонные фразы. У них задачи две. Первая взять себя в руки, вторая выиграть время. Когда я беру себя в руки, я за несколько секунд, но если я еще не очень хорошо владею техникой шесть шагов к свободе, я успокаиваюсь. И второй момент, когда человек задает этот вопрос, у него обычно слюна уже начинает брызгать, сразу отвечать и смысленно, не услышать. Поэтому, когда я говорю, знаете, а вы, похоже, разбираетесь в теме, очень интересный вопрос и самое главное, очень своевременный. Это мне дало сейчас пять секунд на то, чтобы привести себя в норму, подумать над ответом. В этот момент мой собеседник успокоивается. Двойной профит. Я начинаю с подстройки и парафраза. Я исхожу из того, что в зародыше каждого желтого вопроса есть зеленый вопрос. И мне его нужно оттуда достать. Я говорю следующим образом. Во-первых, благодарю вас за вопрос, важно, что вы его задали. Если я правильно понял, суть вопроса вот в чем. И дальше перефразирую вопрос во что-то более корректное. К примеру, ну какого черта у меня эта программа не работает? Или да сколько можно уже программа глючит? Если я правильно понимаю, вас интересует, когда мы выкатим рабочий релиз, потому что вы сидите на бете. ну да, это я имел ввиду, обычно говорит наш собеседник. Мог бы он сказать об этом корректно? Положа руку на сердце, наверное, мог, но, как вы помните, других людей на эту планету не завезли. Поэтому работаем с теми, с кем есть. Перефразируйте вопрос, дайте ответ на тот вопрос из зеленой зоны, который вы озвучили сами. А после этого делайте сразу переход, потому что, как правило, суть вашего ответа не в том ответе, который вы дали на вопрос. Суть вашего ответа донести основной месседж вашего выступления либо прояснить информацию, которую вы собирались донести. К примеру, вас спрашивают, когда вы уже сделаете схему монетизации для программы? Или сколько можно ждать? Но когда мы на этом будем зарабатывать деньги? Вы говорите спасибо, вопрос своевременный. Если я правильно понимаю, вас интересует, когда мы пристроим личный кабинет с возможностью оплаты за программу? Безусловно, мы работаем над этим, у нас по плану это будет в третьем квартале, допустим, фантазирую на ходу 21-го года, при этом более важно, если вы правильно понимаете, чтобы программа работала качественно, а после этого, ну на самом деле параллельно, допиливаем личный кабинет. Обратите внимание, что здесь происходит? Я делаю переход и дальше даю ключевое сообщение. Качество важнее. И дальше усиливаю либо ключевой фразой, либо разговорной какой-то фразой, которая запомнится. Отвечая на желтые вопросы, наша задача не просто дать ответ на зародыш зеленого вопроса, но еще и донести самую основную информацию, которую мы хотим донести. Для того, чтобы человек вас услышал, постарайтесь внутри у себя не воспринимать его как соперника. Желтая зона это еще не соперники. Это пока нечто среднее. А вот соперники это красные вопросы. Красные вопросы это вопросы, которые задаются ради того, чтобы выставить вас в дураках. Ваш ответ в принципе вообще не интересен и это может быть так. Ну давайте расскажите, сколько вы украдете на этом проекте. Отвечать на этот вопрос бессмысленно. Если там есть какая-то логика, то это вопрос из желтой зоны. Но обычно там логики нет. Человек просто хочет самоутверждаться. Поэтому у нас три предварительных задачи. Задача первая прийти в спокойствие, сосредоточиться. Задача вторая занять надпозицию. Не вступать в дебаты мысленно с человеком, сказать для себя, знаете, на вашем месте я, возможно, тоже обращал бы на это внимание или задавал бы себе такие вопросы. И третий момент напомнит себе, что мне недостаточно не вестись на провокации. Мне нужно вести себя. Мне нужно вести диалог. Поэтому каким образом на них реагировать, вы говорите, значит, смотрите, если вас интересует распределение бюджетов, то, как вы помните, наша маржа зафиксирована, вот, что мы будем получать, но самое ведь важное, когда вы сможете зарабатывать на этом проекте, а мы получаем то, что мы и так согласовали. В красных вопросах очень нелегко выиграть. Просто помните, что ваша задача не пытаться вступать в дискуссию с человеком, который вас не хочет слышать. Ваша задача давать те ответы, надеясь, что они пройдут через зону небезопасности в голове у человека. Когда мы обрабатываем вопросы качественно, мы вместо психологической опасности, которая у нас чуть левее, создаем психологическую безопасность для команды, для группы, либо для нас, дискутирующих с нашим клиентом или коллегой. Если я боюсь признавать ошибки, если я начинаю обвинять других, если я не готов высказать отличающуюся от других точку зрения, то я нахожусь, даже если я не говорю об этом словами, в состоянии психологической опасности. Но если я спокойно могу признать ошибку, зная, что она будет учтена, если я могу сказать, мы допустили ошибку, мы на ней научимся, если я могу сказать, что мы все делимся своими мыслями для того, чтобы прийти к лучшему решению, то мы находимся в состоянии психологической безопасности. И здесь хотелось бы обсуждать, но вопрос в том, что возникает дискашн байас или ошибка обсуждений. Люди думают, что просто обсуждая информацию можно прийти к более качественному решению. Откуда берется ошибка? Мы думаем, что когда мы просто обсуждаем что-то, доверие к информации повышается. Классно, когда мы проговорили какой-то вопрос. Если мы проговорили, мы считаем себя более компетентными, и если информация доступна всем, она же важнее, чем если информацию я знаю только я. Но беда в том, что больше обсуждений, отдельное обсуждение или анализ, увеличение команды, больший объем информации, назначение ответственными или предварительный опрос, не работают. А что работает? Работает лидер, который управляет потоком информации, в том числе повышает внимание к уникальной информации. Работает то, что когда мы вроде бы пришли к решению, мы говорим, давайте рассмотрим еще несколько вариантов. Это решение у нас есть. Но давайте посмотрим, можем ли мы придумать другое решение. Представьте себе, у вас работает команда, которая генерит варианты решения какой-то проблемы. И вы, в принципе, придумали рабочую схему, по которой можно пофиксить какую-то проблему, либо дописать какую-то фичу. Окей, хорошо, это у нас есть, этот проект мы можем запустить. А можно ли это же сделать другими методами? Если бы у нас по какой-то причине этот метод был нерабочим, что бы вы еще сделали? И вы таким образом стимулируете информацию, которую на первый взгляд человек не хотел спрашивать. Вы говорите, что нам важно не настолько принять решение, это безусловно важно и все это понимают, но нам важно качественно обговорить информацию и в процессе обсуждения мы равны. Если есть сеньоры, медлы, жены и самый главный стейкхолдер, мнение стейкхолдера будет самым главным. Если мы говорим о том, что у каждого в группе есть право принять решение, то в этот момент мы говорим о том, что смотрите, если у вас есть какое-то мнение, которое вы хотите высказать, вы имеете право его высказать, даже если оно отличается от моего. Спасибо, Константин, слайд, кстати, слайды будут у вас, я ребятам их отправлю, подкорректирую там грамматические косяки и сегодня вечером отправлю. Каким образом можно сделать несколько системных подходов? Безусловно, первый подход это ретро. Когда вы говорите о трех блоках вопросов, в процессе прихождения к более качественному способу выполнения задачи. Как правило, ретро используется в эффективно работающих командах следующим образом. Мы говорим о том, что мы хотели получить, начиная этот проект, что получили и в чем причина расхождения. Это уровень целей и иногда этот вопрос спрашивают таким образом, как вы помните изначальную задачу, потому что даже на этапе постановки задачи мы можем помнить задачу по-разному. Второй способ. Что у нас сработало в процессе, а что не сработало и почему. И, наконец, в формате вот эти три буквы РКД результаты в форме конкретных действий мы обсуждаем, что мы будем делать по-другому в следующий раз. Несколько моментов, которые позволяют нам победить групповое мышление. Я не буду на них детально останавливаться, это будет у вас на слайде. Обратите внимание, что очень важно не передавливать группу своим мнением как лидера. Вы не решите конфликт, вы просто его отложите. Если вы можете привлечь независимых экспертов или помочь высказаться всем, тогда вы побеждаете групповое мышление и, как правило, некоторые классные команды делают следующие. В этот раз ты будешь бабой ягой. Та самая, которая против. Та самая, которая будет адвокат дьявола, которая будет отстаивать мнение, говоря, да это не сработает и вот почему. И когда это создается как определенная коммуникационная игра, мы можем таким образом приходить к более качественным решениям. Исключая замалчивание идей, исключая смещение мыслей, вы можете попросить людей перед началом обсуждения записать мысли на бумаге, давать возможность высказаться всем. И помнить, что больше полутора до двух часов непрерывной работы вы еще можете сосредотачивать свое внимание, но дальше будет очень-очень непросто держать фокус внимания. Напоследок я рекомендую вам зайти на сайт реворк гуглевый и скачать вот этот документ «Как стимулировать психологическую безопасность в командах». Он удобный, он состоит из конкретных методических рекомендаций, проверенных гуглем. И это то, что можно описать одной классной фразой, которой я буду завершать нашу сегодняшнюю встречу. Лидер команды это не человек, который высказывает свою правильную точку зрения, по всем элементам работы команды. Лидер команды это тот человек, который формирует работу команды и он директивен в процессе, а не в результате. Когда вы управляете процессом, тогда ваша команда становится более эффективной. И это то, что мы раз за разом проверяем с группами MBA-щиков и уже не только с помощью симуляций Эвереста. И это то, что я сегодня с радостью продемонстрировал нам с вами. Друзья мои, спасибо за сегодняшнюю встречу. Снова было круто побыть вместе с классной командой. Спасибо за комментарии. Вижу, что были вместе. Многие будут смотреть это в записи. Надеюсь, ваши конфликты будут оставаться конструктивными. До встречи. Саша, спасибо тебе огромное. У нас есть буквально пару минут, чтобы, может быть, ответить на вопросы. Ребята, если у вас какие-то есть, напишите в чат. Саша постарается ответить на то количество, на которое ему будет комфортно по времени. Давайте, ребята. Если есть, формулируйте, пожалуйста, с удовольствием. Окей. Хорошо. Друзья мои, некоторые из вас писали мне в соцсети, писали в Телеграм. Буду с удовольствием помогать вам разбирать свои ситуации, отвечать на ваши вопросы, тогда, когда они возникают. Ирина, рад, рад видеть.